Всем привет! С вами сегодня снова я, руководитель сервиса готового ремонта Квадрим. И в сегодняшнем выпуске в совместном проекте Weber in my room мы вам покажем, как гидроизолировать санузел и положить правильно плитку на стены и пол. Поехали! В нашем санузле мы уже выровняли все стены и пол. Он полностью готов под гидроизоляцию. Поверхности очищены от пыли, и теперь можно наносить укрепляющую грунтовку Weber Prim Multi. Это обеспечит надежность сцепления с основанием. После того, как нанесли, оставляем сохнуть на 1-2 часа. При нанесении первого слоя гидроизоляции вертикальные и горизонтальные примыкания типа стена-стена и стена-пол мы изолируем специальной лентой Weber, которая приклеивается также при помощи мастики. Волокно ленты Weber настолько плотная и прочная, что ее реально даже если попробовать порвать, не получается. Друзья, важный момент. Полимерная гидроизоляция наносится на пол сплошным слоем с заходом на стену на 10 сантиметров по всему периметру, а также в районе мокрой зоны, то есть ванны. Это мастика Weber Tech 822. На водной основе она экологична и сразу готова к применению. Гидроизоляция наносится в два слоя. Первый слой розовым цветом, второй слой серым. Это позволяет легко контролировать равномерность нанесения. Наносим первый гидроизолирующий слой розового цвета. Ждем до высыхания по рекомендациям на упаковке от 2 до 4 часов. После высыхания второй слой серого цвета. Теперь мы с вами видим всю прелесть двухцветной гидроизоляции. Мы просто закрашиваем розовую гидроизоляцию серым, при этом упустить какой-то участок просто невозможно. Переходим к плитке. Любые плиточные работы начинаются с раскладки плитки и планирования ее укладки. Важно максимально скрыть подрезанные части. Эту работу делает наш дизайнер, поэтому мы спокойны. Мы работаем по проекту. Замешиваем клей. Обязательно смотрите инструкцию на упаковке. Мы используем Weber Vitanit Granit Fix. Это пластичный клей, он классно подходит для облицовки поверхности керамогранитом, керамической плиткой и клинкерной плиткой. Небольшое количество клея наносится на стену и разравнивается зубчатым шпателем. Затем плитка вдавливается в основу клея. По этому же принципу кладется и напольная плитка. Обращайте внимание, чтобы не было пустоты и клей распределялся под плиткой равномерно. Для этого ее нужно подбить и простучать. Делается это резиновым молотком. Как правило, процесс укладки плитки на пол и на стены идентичный, но на полу это на порядок сложнее. Затираем швы. Мы используем затирку Weber Vitanit Deco, подобранную под цвет плитки. Сначала заполняем швы раствором, а затем замываем излишки губкой, так швы всегда будут гладкими и аккуратными. Качество укладки плитки можно проверить по четырем основным критериям. Качественная подрезка плитки без сколов, равномерность и идентичность швов, аккуратная затирка швов, стыки четырех плиток должны быть в одной плоскости и не выпирать. А также важно обращать внимание на качество приклеивания. Проверить качество можно простукиванием. Звук должен быть глухим. Это значит, что воздуха под плиткой нет и вы можете быть спокойны. Друзья, на этом наша работа окончена. Надеемся, сегодня вы получили много новой и полезной информации. Читайте нас, смотрите нас и помните, ремонт это просто. Всем пока!